Привет всем! Сегодня выпуск, как говорит Тоха, наш гуру съемки и монтажа, когда Дима пришел на работу с мешками в мешках под глазами. Ну блин, смотрели вчера Кастан-Португалия на чемпионате мира, это просто космос, давно таких эмоций от мини-футбола, да и вообще от спорта в принципе не испытывал. Наверное, в последний раз, когда Головкин дрался с Альваресом. Дико крутой матч, ребята с Ишеева уже разобрали, ночь пацаны вообще не спали, ссылка где-нибудь вот появится здесь. Но сегодня я в принципе о наболевшем. Так получилось, что пока своего жилья у меня нет, ну не накопил пока денег. Вот мы с семьей арендуем квартиры. В последний раз у нас уезжали надолго друзья, и мы жили у них. Но вот они вернулись, и нам пришлось в 12-й, по-моему, раз за время семейной жизни искать себе квартиру. Поиски начались в августе, и вы знаете, я охренел от роста цен на арендное жилье. По моим ощущениям, в Алматы за год буквально все выросло чуть ли не в два раза. То, что мы снимали условно с 250 тысяч тенге, сейчас стоит 400 и больше. Да, может быть неудачный период, студентов много, предложений мало и так далее. Но, тем не менее, захотелось разобраться, а что, собственно, происходит? Откуда такой космос? Что происходит с недвижкой, как в плане покупки первички и вторички, так и аренды? Плюс тут уже несколько месяцев продолжаются споры на тему мыльного пузыря. Есть ли он на рынке? Правда ли, что цены слишком перегреты, и скоро все обвалится, как в истории уже бывало? Тут еще вчера на тигрях вышел материал, где эксперты как раз-таки тоже говорят об этом пузыре, который вот-вот должен схлопнуться. Мы тоже, с своей стороны, пообщались с экспертами-аналитиками, и мы попробуем сейчас дать вам более-менее широкое представление о том, что происходит. Стоит ли торопиться с покупкой или подождать, когда все рухнет, и вообще, есть ли этот пузырь-то? Поехали. Но сначала, помните, у нас был выпуск о беспощадном казахстанском туризме. Там подводку я записывал из поездки по восточному Казахстану, в комментариях спрашивали, где же такое красивое место. Так вот, оно называется Коробиха. Ребята с Милан Тревел сняли о нем небольшой, но сочный выпуск, в описании есть ссылка, гляньте. Там, правда, кайфово, я туда обязательно вернусь. Давайте сначала разберемся, что происходит. Вот за год стоимость квартир в Казахстане выросла в среднем более чем на 20%, что это означает в абсолютных цифрах? Вот вы откладывали деньги и планировали купить квартиру за 20 миллионов тенге. Теперь вам придется заплатить за нее 24, а то и 26 миллионов, то есть от 4 до 6 миллионов придется взять в кредит или заработать. Ну, кому как позволяет условия и белая зарплата. Рост немаленький и для многих неприятный. Одна из очевидных причин роста – это возможность направить излишки пенсионных накоплений на покупку недвижимости, о которой было объявлено еще в декабре 2020 года. И хотя число костанцев, у которых эти излишки есть, сравнительно невелико, но все равно это породило большой ажиотаж на рынке. Ожидалось, что пенсионными воспользуются 113 тысяч работающих, порядка 120 тысяч человек, достигших пенсионного возраста. Но больше 364 тысяч заявок на снятие пенсионных денег отработали только до июля. Но это не значит, что все пошли и купили квартиры, конечно, да? Туда также входит объединение с суммой, тогда члены семьи могли объединять накопления. Допустим, родители могли помочь детям или муж и жена объединили свой пенсионный излишек. Вот такую оценку дает бота Жуманова. По ее словам, до 2020 года цены были на дне, поскольку спрос был недостаточным. Пенсионные деньги увеличили спрос и цены пошли наверх. Стоимость в Алмате на новое жилье, я бы сказала, выросла на порядок на 30%. Я уже не говорю про новое жилье, имеется в виду участки и так далее. Участки сильно выросли в цене. Что касается вторички, да, цены такие же, примерно 20-25% выросло в Алмате, в том числе на вторичное жилье. Ну, даже там, к примеру, да, там, двухкомнатная квартира в Алмалинском районе, такой самый живой район, там, Тастак, да. Если там в начале, ну, вот год назад, скажем, там, ноябрь 2020 года, там, двушка улучшенная стоила, там, на 20-22 миллиона, да. То есть, то вот сейчас она стоит, там, ну, многие просят 30, ну, ладно, там, вы поторгуетесь и сойдетесь, там, на 27-26 миллионов тенге. То есть, и квартира уйдет. То есть, это не та квартира, которая будет, там, 4 месяца стоять, да, там. И это она, там, в течение, там, месяца реализуется. То есть, продавцы приходят с кэшем. И, соответственно, там, 20 против 26, 30% прироста за год. Просто так. Имеется в виду, ничего же кардинально не поменялось. Никаких капитальных работ не было сделано в недвижимость. Вот, она так и стояла в таком же состоянии, она на 30% выросла в цене. Вот. Я могу это говорить, почему? Потому что, как бы, это, там, сделка, которую, вот, я завершила, да, буквально, там, пару дней назад. Вот. Ну, как бы, я это сделала, потому что я ожидала, что будет рост цен. Подтверждает оценку Бота Жуманова и обозреватель сайта Крыши Киезет Алина Буравцева. Рост цен связан с возможностью изъятия пенсионных. И многие говорят о том, что это финансовый пузырь, который скоро лопнет, цена ткается назад. Стоп, где-то я это уже слышал. Ах, да, о том, что цена ткается назад, там, говорили еще весной, вот, сверху. Но мы видим, что ничего подобного пока не случилось. В принципе, есть моменты какие-то перегрева рынка, есть рецессии, это нормально. Это то, что у нас может быть. Но говорить о том, что у нас надулся пузырь, ну, сейчас сложно. Скорее всего, этого нет. Перегрев. Да, это подогрело рынок недвижимости, но как таковой пузырь, что это там не объективно взвинтило цены и так далее, говорить нельзя. Здесь такой момент, что цены росли на спросе, то есть спрос вырос, выросли цены. Это закон рынка. И рынок отреагировал. Но, если честно, разговоры о пузыре сразу казались не очень обоснованными для тех, кто помнит, что происходило с рынком недвижимости в последние 18 лет. В конце нулевых действительно был раздут огромный пузырь, который достаточно эффектно лопнул. Вспоминаем с теми, кто застал этот период и рассказываем тем, кто в силу возраста не интересовался этим вопросом. С 2003 по 2008 годы цены на недвижку в Казахстане выросли в разы. На некоторые дома и квартиры в 10, а то и в 25 раз за какие-то 5 лет. Однушка в орбите, стоившая в 2002 году 7 или 9 тысяч долларов, в 2008 могла уйти за 100 тысяч. Жить и мыслить в тенге мы начали существенно позже. Пика цены достигла в 2008 году. В Алматы квадратный метр стоил более 2,5 тысяч долларов. Вот как описывает тот период Бота Жуманова. У меня была простая математика. В общем, помните, был самый большой пузырь в Казахстане, который был? Это 2008 год перед ипотечным кризисом. Почему цены тогда выросли? Потому что в мире были очень дешевые деньги. Наши банки брали очень дешевые деньги в баксах и раздавали их и строительным компаниям, и населению. И за все этот период, вот этот праздник жизни, который длился пару лет, цены выросли вообще бешено. Каждую неделю стоимость росла. Что произошло? На рынок тогда, за этот период ипотечного расцвета, вышло порядка триллиона тенге. Ну, триллион тенге вышел. И это вздуло рынок недвижимости там чуть ли не в 5 раз. Ну и чтобы понять, наблюдаем ли мы сейчас пузырь или нечто другое, можно посмотреть на динамику цен с пика 2008 года. И смотреть не только в тенге, поскольку две девальвации сильно искажают картину. Если посмотрим в долларах, то увидим, что с 2008 года средние цены за квадрат в Алматы и Астане снижались. В Астане плавно, а в Алматы в 2,5 раза в 2019 по сравнению с 2008 годом. Ну и вообще серьезный тренд на снижение, напомню в долларовом выражении, начался в 2014 году. В прошлом и позапрошлом году в Алматы квадрат плясал вокруг штуки баксов. И нынешние цены даже после подъема далеки от цен 2014 года. Так что для тех, чья зарплата была привязана к доллару или нормально индексировалась работодателем, ситуация на рынке жилья и возможности для покупки примерно те же, что и были 5 лет назад. Итак, мы поговорили о том, что было и что есть. Вот теперь давать прогнозы, это конечно вещь неплагодарная, это говорят и сами эксперты. Но исходя из прошлой динамики, нам вряд ли стоит ожидать значительного падения цен на недвижимость в каком-то ближайшем будущем. По мнению и Бота Жумановой, и Элины Буравцевой, эффект снятия пенсионных денег растянется на год-полтора. Нужно подождать, пока застройщики завершат свои объекты, а люди, которые инвестировали в жилье на этапе котлована, будут продавать эти квартиры. А это снова рост цен потенциально еще на 20%. Конечно, это не дешевый доллар и бешеные цены на нефть в середине нулевых, но стимул для роста в виде пенсионных был не маленьким, до 2,5 трлн тенге по оценкам на начало года. Впрочем, на данный момент сообщается о выведении 1,8 трлн тенге, основная часть которых уже пошла на жилье. Так что потенциал, если и сохраняется, то сравнительно небольшой. У многих пенсионные излишки не настолько велики, чтобы оплатить даже первоначальный взрос за ипотеку. Да и трлн тенге в 2021 году это совсем не тот же трлн, что был в 2007-2008. Оба наших эксперта при этом отмечают, что в этом фоне нет притословок для того, что цены как-то резко откатятся назад. В Казахстане низкий уровень обеспеченности жильем, что само собой влияет на цены. Но и скачков, подобных тому, что был в этом году до 30% за несколько месяцев, не прогнозируют. Как не прогнозируется и снижение цен на старое жилье? Вторичка не дешевеет, в том числе потому, что чаще всего она расположена в старых районах с выстроенной инфраструктурой. Школы, больницы, офисы и многие не хотят покупать квартиры в новостройках на окраине. И главный вопрос, конечно, такой, а стоит ли в этой ситуации сейчас покупать жилье или вкладываться в ипотеку? Сперва дадим слово нашим экспертам. Я бы в любом случае скажу, если негде жить, ты платишь арендатору, возьми ипотеку, покупай недвижимость, первичную для себя. Только не надо там, не знаю, в золотом квадрате, да, там. Нужно там быть а-ля скромнее и то, что реально можешь потянуть. Это другой момент. Для чего-то хотя бы начать. Потому что как бы ждать, когда я там накоплю на 100 квадратов, да, там можно не накопить. Слишком непредсказуемо. Возьми то, что сейчас можешь осилить. Я бы сказала так. Возьми то, что можешь сейчас осилить. Плати себе. Через X количество лет ты накопишь деньги, плюс у тебя будет уже актив, продашь, добавишь, купишь лучше. Это самый правильный способ, как ты можешь улучшать, да, там, а если ты вообще не делаешь операций никаких и все ждешь, когда же наступит та ровная точка входа, когда все звезды сойдутся и так далее. Это очень тяжело так. У нас дефицит жилья. Это очевидно совершенно. И новое строительство, ввод не покрывает этот дефицит. И это еще на долгие годы сложно сказать, когда он реализуется, закроется. У нас есть огромная внутренняя миграция в Астану, в Алматы. И из-за того, что постоянный дефицит есть, спрос будет всегда. Есть такая версия, что в Нур-Султане цены удалось какое-то время сдержать из-за масштабов ввода. В Алматы строится гораздо меньше жилья, здесь меньше объектов и потенциальных площадей застройки. И влияние, ожидание того, что здесь что-то построят в каких-то больших объемах и закроют таким образом спрос и цены на этом фоне снизятся. Ну, особого ожидания нет. Если я понимаю, что там надо подождать, вон там ведут ЖК или там, грубо говоря, появятся квартиры на продажу в каком-то районе, где я хочу жить. И те квартиры, которые мне нужны, а сейчас их нет, то можно посмотреть, понаблюдать. Но если это что-то абстрактное, неопределенное, вроде бы что-то делать надо, а что не знаю, то в этом случае лучше держать деньги в недвижимости, что-то взять сейчас, а потом переориентироваться уже, расшириться и так далее. То есть время показало, что вот за последние годы вот это работает. Вот такие советы от экспертов, они разнонаправленные. Кстати, стоит сказать, что они звучат на фоне нового обсуждения пузыря и новых прогнозов на Тенгри Ньюс о том, что стоимость жилья должна в ближайшей перспективе упасть на 20%, а также на фоне резкого увеличения стоимости аренды. А она, в отличие от цены на жилье, назад откатывается не очень охотно. Жизнь постоянно дорожает, тенге дешевеет, аренда растет. Примерно на 10% в прошлом году и уже более чем на 10% в этом году, а в августе, по некоторым оценкам, на 30%. И предпосылок к тому, что экономическое положение казахстанцев вдруг по мановению вашей палочки резко улучшится, в общем-то никаких. И тут перед теми, у кого есть накопление, опять же становится невеселый выбор. Лезть ли в ипотеку или продолжать копить, отдавая значительную часть своего дохода на аренду жилья. Выбирать каждому свое, но давайте посмотрим, что мы имеем в сухом остатке. Никакого органа, который бы контролировал ценообразование на рынке жилья в Казахстане нет. Да, Тукаев поручил его смотреть возможность контроля, но ввоз пока на месте. В сентябре обсудили цены, застройщики сообщили о снижении, но мы его пока не видим. При этом цены на новое жилье уже выше себестоимости в два и более раза и тянут за собой цены на вторичку. Спрос и пенсионные деньги резко дернули рынок вверх. И пока в загажниках остается около трети невыведенных излишков пенсионных, на этом, скорее всего, будут играть и застройщики, и риэлторы. Для них это рынок ничего личного, даже если вам придется пересесть на гречку, выплачивая по 300к за аренду двушки в Алматы. Да, кстати, Алматы в этом смысле самый проблемный город. Рано или поздно ажиотаж стихнет. Наверное, денег у населения больше не становится, а спрос, не подкрепленный деньгами, уже не дает возможности искусственно завышать цены. Когда это произойдет? Вот Бутаджуманов говорит о перспективе года, и это, на первый взгляд, выглядит адекватным. Но что произойдет на самом деле, стабилизация цен или их падения, по большому счету, не знает никто. Появится ли контроль над ценообразованием, тоже неизвестно. Только одно можно сказать точно. На уровень цен 2008 года мы в ближайшее время точно не взлетим. Для этого нет предпосылок ни в виде дешевого доллара, ни в виде дорогой нефти. От этого, правда, нам с вами легче не становится. Что я в итоге понял для себя? Ну вот год-полтора, наверное, дергаться с покупкой жилья, впрягаться в ипотеке я не буду. Как вы поняли из выпуска, нет никаких гарантий, что у нас прям пузырь-пузырь и все рухнет. Цены могут пойти вниз, но когда точно, и на сколько сейчас, точно не скажет никто. Ну и верх скачка, скорее всего, не будет. Рост точно замедлится. Поэтому придется пока потерпеть и снимать арендное жилье, пытаться копить в долларах, конечно, не в тенге, но и ждать. Спасибо, если досмотрели, надеюсь, выпуск для вас был полезным. Если думаете, что он может быть полезным еще кому-нибудь, отправьте друзьям ссылку в WhatsApp, это помогает видосам продвижения. Как и ваша реакция, лайк, дизлайк, комментарии, подписка на канал и колокольчики, это тоже важно. Все, скоро вернусь, всем спасибо, всем пока.